Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Дэниела Джейкобса против Сергея Деревянченко. Раз вы это видео смотрите, то наверняка и так знаете, что бой состоится уже в ближайшие выходные. Это средний вес, то есть где Головкин, Альварес, один из братьев Черло и много кто еще. И это бой будет за титул. Джейкобс уже когда-то был чемпионом мира, а вот Сергей Деревянченко, украинский спортсмен, для него это шанс. И в этом видео мы довольно серьезно покопаем вообще много, скажу, вещей, не банальных на самом деле. Поэтому обязательно смотрите. Ну что, да, давайте все начинать. Значит, надо нам рассмотреть Сергея Деревянченко и Джейкобса отдельно друг от друга. Потом сопоставим. Начнем именно с Сергея. Вот основной вопрос, я так понимаю, для многих зрителей во всяком случае, да, потому что канал русскоязычный, да, и как-то так или иначе, по сути, все обычно болеют за русских, украинцев, казахов, узбеков. Ну вы поняли, да? Ну, больше как бы часть, да. И поэтому вопрос для большинства зрителей, он стоит, насколько реальные шансы у Сергея Деревянченко победить. И вот чтобы это понять, какой он, у него есть как минусы, так и плюсы. Минусов у него я бы выделил три. Причем они довольно серьезные. Во-первых, это его рост. То, что он низкий для этой весовой категории. Он на 7 сантиметров ниже Джейкобса, да. Ну, опять же, вместе с тем, он очень крепкого сложения, то есть он очень атлетичный, это все понятно, да. Но все же он ниже, естественно, это будет как-то влиять. Далее, у него по природе у Сергея Деревянченко, у него медленные руки. То есть вот если вы посмотрите вообще его удары, но они у него реально медленные на самом деле. Просто понимаете, вот у всех разная природа. Кто-то как Майвезер, Джуда, да тот же Джейкобс, у них большая очень, такие волокна в руках, да. Может быть, там нервная система тоже такая, что взрыв очень хорошо делают, очень быстро. Сергей нет, он, ну на самом деле у него медленные руки, это правда. И мы к этому сейчас еще вернемся. Если у него такие медленные руки, как же он, например, в любительском боксе, в олимпийском, то есть боксировал на чемпионате мира, бронзу получил. Это очень приличный уровень, да, то есть как так с медленными руками? А вот есть, есть, ну он это компенсирует плюсами. И третий минус, его можно тоже отнести к медленным рукам, именно сам удар, но все же это именно техника. То есть обычно, вот, ну большинство боксеров, и наверное это правильно, удар это всегда взрыв, то есть ты медленно бьешь, быстро, у тебя рука сначала как бы она разгоняется, и сама вот кульминация удара при контакте с целью идет именно максимальное ускорение, закрепощение, как бы максимальный взрыв. То есть вот боксеры они как бьют, так-то, та-та, да, то есть именно взрыв такой, та-та, пускай в начале как угодно шла рука, но в конце, как бы рука, тело, все, оно именно па, идет в конце. Но вот Сергея Дервянченко у него совершенно по-другому, у него как бы на одной волне, то есть у него удар не такой вот, та, да, а у него именно как бы равномерный, то есть он проносит, то есть он бьет не та-та, да, а он бьет, понимаете, что нет взрыва конечного в ударе. То есть он, вроде технику у него, да, он толкается ногой при ударе, он поворачивает плечи при ударе, и особенно с таким телосложением, бывает, люди вообще бьют на убой. То есть у него были бы по удару, у него все шансы по технике и по его мощи бить как Адони Стивенсон, да, но противники-то ведь они, ну, в основном они не падут от разного удара его, это правда, да, надо это признать. Почему? Я думаю, именно из-за этого отсутствия взрыва, я не совсем понимаю, у него же уровень очень серьезный, да, он там мастер спорта, ну и там даже гораздо больше, то есть почему именно так у него сформировалась техника? Но если вот все же все крутые боксеры, да, они бьют, именно у них конец удара это кульминация, и это именно взрыв, да, то у него он на одной как бы скорости, он как проносит удары, а не вбивает. Понимаете, о чем я, да? И это повлияет в бою. Теперь, как повлияет, обсудим дальше. Теперь плюсы, ну, естественно, плюсов у него очень даже много, начиная с того, что в целом он довольно разнообразный, у него приличная техника, то есть вот есть такие боксеры, они вроде есть с титулами, вот, например, там, Рёта Мурата. Да, я считаю, он ужасно боксирует, да, есть многие, кто на чем выезжает, в общем, но Сергей, он добротный, то есть он умеет боксировать, это факт, он как бы настоящий нормальный боксер. Дальше, руки-то у него медленные, но зато у него очень быстрые ноги, да, то есть и выносливые ноги. В боксе же не то, что встали, как два дурака, да, и другу упасят, нет, то есть руки, они сопряжены с ногами, ну, и просто даже в технике удара, и ты подошел, чтобы ударить, ушел потом, да, там, влево зашел, вправо, люди меняют как-то направление. И у Сергея эта вот мобильность ног, то есть он, что-то у него даже есть, вот Василия Ломаченко, без шуток, вот его эти заходы в стороны, просто понятно, он крупнее, поэтому, ну, чем как бы крупнее, тем обычно это все попроще становится. Ну, в общем, у него ноги гораздо выше среднего. Дальше, в целом, ну, из плюсов еще, функционально, то есть он, оба они, кстати, и Дэниел Джейкобс, и Сергей Деревянченко, они с Виктором Конт работают, с его компанией, с НЭК, да, короче, оба они, ну, в общем, ладно, о Джейкобсе отдельно поговорим, но Сергей Деревянченко, у него очень хороший функционал, и он последний раунд очень часто забирает, то есть противники, они сдуваются, он в конце такой же острый, как в начале. Еще плюс Сергея, это его мотивация, я посмотрел его интервью, он вообще серьезный такой здравый человек, и он сказал, что это шанс всей жизни, если сейчас не выиграть, то ты откидываешься на несколько лет, то есть тебе нужно будет снова проводить бои, чтобы подняться в рейтинге и получить такой шанс, поэтому он будет заряжен по максимуму. Ну вот, наверное, все, у меня есть план, сейчас подсмотрю, да, все ли я сказал, что хотел, но вот, в принципе, все, ну, как бы основа, основа основ, давайте выделим еще раз, что Сергей, он в целом техничный, обученный, и это как бы, ну, однозначно, разнообразный, да, При этом низкий, руки медленны, и нету разового накутирующего удара, так как нету взрыва в конце в ударе. Такой он. Теперь Дэниел Джейкобс. Многие его знают по бою с Геннадием Головкиным, фактически он бой провел очень близко к равенству, то есть он боксировал тогда очень круто, но дальше он как-то стал похуже биться, то есть, ладно, еще с этим Луис Ариас, еще неплохо, а вот последний бой с Сулецким, последнюю треть боя он, по-моему, проиграл довольно сильно, хотя он там и нокдаун сделал, чего-то он какой-то функционально, как будто он подсел, я не совсем понимаю, в чем дело, но он пропускает удары, то есть он как бы сам бьет быстро, но такое чувство, что нет у него желания или сил как-то уходить, скользким быть, ну, во второй половине боя особенно, и меня это, если честно, очень беспокоит, мы к этому вернемся еще. Так, у него, ну, во-первых, у него гораздо более быстрые руки, чем у Сергея, как бы это факт, кроме того, он просто выше и длиннее конечности, это большой плюс, и само мастерство боксерское, да, какая-то общая координация, скользкость, да, такая вот именно, как бы изобретательность, ловкость, Джейкобс не уступает. Я бы не сказал, что он однозначно превосходит, у Сергея у него большое мастерство, но у Джейкобса-то оно тоже немаленькое, да, поэтому, что мы имеем, как сложится бой? Первый, тут есть два пути. Первый, это чисто с точки зрения вообще техники, их свойств, получается, что так как нету разного удара нокаутирующего у Сергея, кстати, в целом у него удар не слабый, то есть он бьет неприятно, просто, ну, как в общем-то наш набивает, да, но, получается, он как пирог, так вот удар не спрячет, не нокаутирует, значит, ему остается только планомерно выиграть у Джейкобса, как бы стабильно, по очкам, забрать большую часть раундов. Вот как я это вижу, то есть, если Джейкобс, если с ним все нормально, да, и он как бы свежий, то ты ему стабильно проиграешь. То есть Сергей даст конкурентный бой, да, своими ногами, он будет его давить все время, пытаться его раздергивать, там, уходить, приходить, он на ногах лучше. Оба, ну, на встречных курсах, там, по-разному будут работать, бой будет острый, но Джейкобс в мастерстве он не уступает, довольно они близкие, у каждого, там, свои плюсы-минусы, а руки у него все же быстрее, конечность у него длиннее, значит, он, ну, фактически он обречен на победу, да, по, ну, скорее всего, по очкам, да, то есть в конкурентном, ну, как бы тяжелом бою, это вот с одной стороны то, что я вижу, то есть, как бы я вижу победу вообще Джейкобса, фактически неизбежный, потому что если бы Сергей, как бы, разовый удар имел, могло бы многое случиться, да, там, мало ли что, да, а тут ростом, как бы, ниже, да, мастерство приличное, но и у Джейкобса оно приличное, да, такие дела. Но меня одна вещь очень сильно смущает, то, что у Джейкобс, он, когда бился с Геннадием Головкиным, по-моему, он был вообще на коне, то есть красавец, красавец, а вот после этого два боя, как-то он с Ариасом был чуть хуже, а с Улески еще хуже, вот особенно функционально, то есть такое чувство, как будто от него что-то уходит. Я стал думать, вот у него же раньше была, извиняюсь, держи с горлом, что-то хлебнул. Угу, стало сразу лучше, даже аж слезы из глаз чуть не палились. У него же, у Джейкобса была тяжелая болезнь в прошлом, и это вот первое, то есть, ну опухоль, да, не может ли как-то вот с этим быть связана, что она ей возвращается, или, допустим, спортсмены при тяжелых болезнях, у них часто бывает допуск к там лекарствам, которые работоспособность повышают, да, то он есть, то нет. Дальше. Очень смущает, что они у одного тренера тренировались многие годы, да, и вообще у них были постоянные спарринги, и сейчас такие большие довольно коэффициенты на Джейкобса, да, ну в смысле, что ставишь на Джейкобса доллар, к своему доллару получаешь 43 цента. То есть, высоко оценивают, получается, Сергей Деревянченко, очень высоко оценивают. Почему так? Нет ли здесь какого-то подвоха? Не может быть, например, такое, что у Джейкобса не лады со здоровьем, он в принципе, может быть, будет сейчас уходить, да, то есть, а они решили оставить титул, ну не то, что титул, хорошо, хотя бы рейтинг оставить у своего же бойца, да, то есть, раз тренера-то по сути одни, менеджеры одни, да, то в своей конюшне как бы оставить титул, что сейчас он ему, допустим, сольет, дальше вообще уйдет из бокса, да, а зато, ну хотя бы свой, как бы, воспитанник, да, из своего круга, ну, будет чемпионом, да, по версии Абеев. То есть, вдруг какой-то вообще такой финт. То есть, вот я уже так, как бы, серьезно думал, что чего-то здесь нечисто. И коэффициент высокий очень на, ну вот, что верят сильно в Сергея Деревянченко. У одного тренера тренируются, это подозрительно, это подозрительно вообще, потому что, если бы Сергей был сильно бьющим именно вот в плане одного удара, то ладно там, прихлопнет Джейкобса, но тут, когда бой будет по очкам идти, и вот почему-то многие верят именно, что Сергей выиграет у длиннорукого, скользкого очень, пластичного, с быстрыми руками соперника, подвоха нет ли здесь? Ну, такие дела. Мой прогноз, в общем, надо же в итоге, да, давать какой-то прогноз. Наверное, я просто люблю придумывать какие-то чудеса, где-то, может быть, искать темных кошек, где их нет. То есть, в принципе, давайте предположим, что примерно с Джейкобсом все нормально, но если с ним все нормально, то я уверен, что тяжелый будет бой. Какие-то раунды, особенно поздние, Сергей Деревянченко заберет, но в целом, я думаю, Джейкобс выиграет просто в конкурентном остром бою. А вам спасибо, что посмотрели данное видео, надеюсь, оно вам было интересно. Всем счастливо, до новых встреч, тушу камеру.